Сибирский Легион Всем привет! Мы в центре событий. Пойдемте брать интервью. Вадим, турнир. Я много турниров видел в Иркутске. И раньше этот, он один такой. Дай бог, не последний. Это все организовано очень круто. Спасибо. Спасибо даже по большей степени не нам, а Конькову Дим Санычу. Это его детище, это его лига. И ему огромная благодарность, что он со своим турниром приехал к нам. А мы уже помогли, чем могли. Но это нереально крутое событие. Потому что даже потому, как все организовано, это реально уровень. Ребят, я у Дима Саныча Конькова был на турнире в Кабаровске, во Владивостоке, в Москве, в Арабских Эмиратах. Он крутой дядька. Он молодец, он двигается. Он умеет делать шоу, как он сказал. Да, да. Он крутой мужик, он умеет делать свое дело. Я говорю, что касаемо Иркутской земли, мы готовы всегда всех встретить, разместить, накормить, обогреть. В принципе, чем мы занялись. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, зритель Иркутский будет в восторге? Потому что здесь такого не было. Думаю, что да. Ну и самая главная интрига сегодняшнего вечера. Лукашевич Мандрагон. Вообще, Рома Лукашевич, это тот спортсмен, которого я финансово веду не один год. Ни одного старта Ромы не проходит без моей поддержки. Я болею всегда за него. Но я реалист. И я могу сказать, что если Рома не пропустит в начале боя, то бой за ним. Потому что потом он его запартерит и оторвет ему руку, ногу, либо сделает удушку. То есть, все-таки, не я один так думаю, а половина зала, как минимум, что здесь... Люди, которые разбираются, они так думают, да. Сделало хорошо, конечно, организовывало хорошо. Конечно, проблема заведений, где мы проходим, да? Где-то есть. Мы проводим труд, все-таки устаревший сильно стадион. Что вот мы сейчас были... Во Владивостоке проводили в Петисов арене, в Хабаровске, в Платинум арене. Конечно, совершенно разное количество. Хотя я могу сказать, что в РП региона, что Владивосток, что Хабаровска меньше, чем у нас. И население регионов меньше. Но мы в таком сарае проводим. Но это на будущее так, если что? По поводу главного боя. Мы уже потихоньку здесь собрали некое ожидание зрителей. Ваша ставка? Первый раунд? Или все-таки это все зайдет туда? Дальше, дальше, дальше? Я думаю, подольше будет. Итак, друзья, чемпион мира по боксу, мастер спорта международного класса Михаил Кирилл Геннадьевич сегодня обеспечивает безопасность. Хочешь, Вазелина? Обеспечивает безопасность. Адри, Валин и Вазелин наши лучшие друзья. У меня вопрос. Вика, да, если кто-то там находится, у тебя нет желания просто сказать, я тоже хочу. Я тоже хочу. Есть. Вот для этого турнира так и проводится у нас, что была мотивация. Приятно видеть, что трибуны полны. Круто. Да. Уровень Москвы. Ну, это уровень. Это уровень. Давайте не будем равняться, а создавать свой уровень. Нет, давайте так, Москву пока в сторону. Конечно. Мы сейчас вот, что скажет человек, который видел Алину Скверкартер. Москву. Алан Гарос. Вэмбле. Немного не мало. Очень, очень серьезное мероприятие. Классно организовано. Вот мы посмотрели только один бой, но было приятно видеть. По главной интриге сегодняшнего боя. Мы уже тут ставим ставочки, собираем. А есть букмекеры у вас? Нет? Ну, мы тут петендуем, как и незаконно, чтобы тихонько... Я готов ложиться. Слушай, ну, все, как минимум, знающие люди, что такое спорт, говорят, что все кончится в первом раунде. А кто знающие люди, знающие спорт? Ну, например, один из теградных чемпионов мира по тайскому боксу. В первом раунде закончится в чью пользу? Пользу Романа Лукашевича. Я тоже верю в победу Романа Лукашевича и, скорее всего, да. Я не знаю, как оно сложится, я просто верю, что Роман выиграет. Судьи, посмотрим их глазами, глазами профессионалов, как проходит поединок. Буквально коротко, понимаю, что не нужно отвлекать, все решается в секунду, но какой-то уже есть определенный... Уже картинка боя поменялась. Начало Сабиров контролировал Сынкчана, пытался закончить поединок, не получилось. Теперь уже Сынкчан доминирует сверху. Вот уже картинка снова меняется. Постоянные качели. Можно сказать по каким-то первым эпизодам боя, что будет в итоге? Как будет все развиваться? Это все-таки затяжной поединок будет или все может решиться быстро? В этом поединке, скорее всего, досрочная победа будет одного из спортсменов. По вас парочку слов по организации турнира. Оценка технической оснащенности, в целом атмосфера в зале и... Организации, в принципе, организации, которые в принципе не было ни разу. А за последние 6 лет это вообще первый турнир такой масштабный. Сами видите, полный зал, какая поддержка. Поддержка вообще колоссальная, очень сумасшедшая. Энергетика летает в зале, прям очень круто. По 10-ти бальной шкале оценка. Надеюсь. Заряд жесткий. Слушай, а ты тут выплываешь, у меня такой же, я надо держать, поскольку ты туда не запрыгнул. Аж дерется. Слушай, все круто. Все круто. Друзья, я хочу сказать, что сегодня в ринге происходит нечто. Вы представляете, какое колоссальное количество энергии эти ребята тратят, работая сегодня здесь, для того, чтобы сделать для вас крутое событие спортивное. Это невероятно. Находиться здесь, это невероятно круто. Легенда, легенда тайского бокса. Антон Бабушкин, белый парс. Вот в этом зале, вот в этом зале этот парень разносил тайцах. Слушай, мы видели этот бой с этой толпой. Это была вообще такая история этого спорта. Ты вкатил, вкатил мощнейший гвоздь. Вот в это все, что здесь сегодня есть тоже, потому что это некая преемственность. Хочется туда? Ну, если честно, да. Если честно, да. Всем добрый вечер. Я посетил это мероприятие. Мне очень нравится. Организаторы вообще. Мы шумы, мы все. Спортсмены показали, до обоих прошло. Показали хорошие результаты. Видно, что профессионалы занимаются ребята интеллектанты с улицы. Ну, что, сразу банальный и тупой вопрос. Как тебе организация? Супер. Не ожидал, что у нас в Иркутске могут пройти такой турнир, да, уровень организации. А как тебе бойцы? Я пока не успел сильно посредник. Я так понимаю, ты ждешь, когда в шляпку выйдет тайц. Да, конечно. Скажите, как вам организация, ребята? Отлично. Ну, такого не было в Иркутске ни разу. Кажется, нет, я раньше ходил, не было такого. Какого не было? Не было. Вам нравится картинка, весь процесс? Все супер вообще. Хотелось бы, чтобы так чаще было. Конечно, постоянно сейчас не было. Спасибо, что вы болеете, вас очень слышно, вы уже крутые. Вы прям готовились. Спасибо. Жизнь, скажи, ты вот смотришь на клетку, хочется поучаствовать? Ну, честно, ты же боец. Честно, да. Да? Как организация? Не добрался в свое время. Не добрался в свое время. Не добрался, да. Круто. Ребята, на болезни вы мощно. Вас слышно, вас видно. Это серьезно. Это очень круто, организованно. Вы красавчики. Ребята, фитнес-индустрия у нас сегодня на боях. Как настроение? У нас теперь так здоровается. Вот мы и встретились. В рамках турнира это даже лучше, чем просто. Ну, как? Как турнир? Существует. Организация, техническое оснащение. Круто? Да, очень просто. По десятибалльной шкале? Десять. Десять плюс-плюс. Двадцать-двадцать. Главная интрига боя. Лукашевич Мандракон. Кто победит? Для Иркутска такой турнир, такого масштаба, такого характера и такого качества, ну, конечно же, впервые. Поэтому здорово? Очень, потому что мы обошли сал, и люди говорят, если это будет продолжаться, то реально надо ставить вопрос перед мэром и губернатором в тройде, в стадии. А это будет продолжаться в любом случае, потому что Ганьков Сидрисаныч, наш друг, он теперь будет каждый год сюда приезжать со своим турниром, а мы будем его поддерживать в этом турнире здесь, на нашей земле. Что касаемо помещения, действительно, согласен, необходимо будет выходить уже на уровень мэра и губернатора для того, чтобы давали какое-то помещение в аренду, не в аренду, не важно, да? Но чтобы было, почему? Потому что я уверен, что после вот такого турнира, следующий турнир, если собирать, ну, людей количество в два, в три, в четыре раза можно будет больше. Абсолютно поддержку. Я думаю, что сегодня ресурс будет очень мощный, информационная энергия будет еще очень долго, я думаю, совместно, такие мероприятия будут увеличиваться. Абсолютно согласен. Поэтому ждем и смотрим. Спасибо. Денис, мы рады, что звезда такого уровня будет этот турнир. У нас у самих буря эмоций, оценка, оценка того, что здесь происходит. Уже просто фантастический уровень, нереальный. В плане картинки просто космос. Бойцы на уровне, никто не филонит, никто не сдается. Очень мощное противостояние. Причем оно только нарастает. Это четвертый бой. Все еще впереди. Основные бои будут, мне кажется, просто ураганы. Буквально короткий комментарий по главной интриге. Как вы думаете, как все закончится? Я буду болеть за своих. Это однозначно, но все-таки. Хотелось бы немножко своего какого-то мнения. Вот так будет. Что касается спортсмена из Бразилии, он реально машина. То есть я смотрел, конкурс здесь разминаться. Это 198 сантиметров плюс 120 килограммов веса. Причем он тяжелее, тяжелее на 13 килограммов Романа и выше его на 8 сантиметров. Противостояние будет мощное. Но вот посмотрим, что победит в данном случае. Молодость или опыт. Я верю в молодость. Друзья, мы много кого опросили. И все-таки я думаю, что Денис немножко не хочет конкретизировать. Но я понимаю, ему нельзя не занимать ничью сторону. Он в ринге. Он посредине, но... Константин Валевич. Константин Валевич. Уже некий, так сказать, экватор. Ваше ощущение того, как все реализовано. У нас я как-то нахожусь, знаете, на боях в 70-х годах в Бразилии. Там валитуда были турниры. Когда есть только сетка, вокруг там происходит непонятно что. Я уже как организатор на все закрываю глаза. Уже ни на что не обращаю внимания. Но внимание всего зала приковано к центру событий. И ребята не подводят, пока все бои такие хорошие, конкурентные, зрелищные. Мы поработали над картом, постарались такие бои интересные сделать. Пока турнир оправдывает со спортивной точки зрения все ожидания. С организационной, конечно, у меня есть куча претензий к себе, к моей команде. Но со спортивной все очень здорово. Мы обошли зал, мы обошли трибуны. Спросили много спортсменов. Все ставят 10 плюс-плюс по 10-балльной шкале. А техническая сторона вообще без каких-либо нареканий. И одно только всех волнует. Это будет продолжаться? Да, ну мы сейчас проведем разбор, анализ, что провели на холодную голову уже там через несколько дней. Потому что мы три месяца всей командой готовили турнир. Если честно, уже ни сил, ни нервов нет. Сейчас такой апогей, мне кажется, турнир закончится. Я упаду где-нибудь в коридоре. Буду отдыхать просто, да. Поэтому, конечно, мы хотим, мы этим болеем. Нам это нравится. Мы хотели сделать для Иркутска нечто подобное. Если иркутяне, зрители сказали, что да, это классно, мы это хотим, тогда, конечно, мы будем это продолжать. Вам огромное спасибо. Турнир действительно крутой. И очень-очень хотим, чтобы это продолжалось. Спасибо. Турнир очень хороший. Очень круто, организация. Мы обошли ноги в зале. У всех вопрос только один. Это будет продолжаться? Ну, надо спросить у организаторов. Мы всячески будем поддерживать это. Вот это золотые слова. Сергей Владимирович всегда поддерживает спорт. Соференцией бокса, области, ребята. Это человек действительно футболит. Огромное лепное развитие спорта в нашей регионе. Огромное спасибо. И главный вопрос, подожди, Слава. Ставки на главный бой. Где у нас? Ну, мы, конечно, будем болеть, конечно, за своих. Ну, соперник очень-очень серьезный. Вы хоть и путь даете? Ну, я думаю, будет полный бой. Тогда я выхожу вас на дом. Из Алексея и Кима вырывайте зверь. Леха, какой-то просто бомбический, нереально крутой. Я думаю, ты писал свои провоженные библии однозначно. Было очень круто, Леха. Зал просто агурел. Для этого я здесь, честное слово. Спасибо. Макс, я теперь не прав, тебя нет. Макс, слушай, поздравляю. Красивый тайный красавчик. Спасибо. Послушайте, скажи, пожалуйста. Духте, давай. Вообще безумно классно. Я переехал год назад в Вргус. И здесь я чувствую себя дома. Хотя я шел там, в ЛНД, ну, родился там. Потом в Москве жил 7 лет. Как бы там команда моя, все. А здесь, благодаря вам, много же с моим людей в Иркутске, я прям почувствовал, что я дома. Теперь я говорю, я выступаю не в Иркутске, а дома. Потому что и вот эта поддержка. Слышал? Вот в клетке слышно? И там бартер сидит, прям болеет. Мои пацаны с команды стола там в сектор выкупили. Они болеют. Ну, болеют. Да, ваше движение очень круто. Они подготовились все. Я прям вот так балдею. Потому что у меня в Москве были бои, но там так не болеют. Здесь мне прям поддерживают. Макс, здесь буквально в смысле все как будто бы наэлектролизованно, понимаешь? Да, да, такая энергия. Я думал, что это будет так. Да, организация. Мне понравилось отношение к бойцам хорошее. То есть все моменты какие-то учитываются. Потом никаких нареканий нет. Все классно. Единственное, что это просьба городским властям. Выделить бюджет и построить. Вот туда. Вы построите нам большое совмещение. Потому что в Суцокольбе еще хотели прийти. Да, да, да. Нам нужна для таких очень мероприятий большая арена. Честно говоря, у него не плохие удары были. Я не почувствовал. Я почувствовал. Я почувствовал. Но я не торопился выйти. Я хотел посмотреть, как он работает. Он поработал. Я понял, как он работает. И начал на ручках работать. Вы слышали, как отреагировал зал? Как будто вы ушел в дорогу. Слышал поддержку. Да, я слышал поддержку. Очень приятно. Как тебе это называется? Мне кажется, это самый лучший турнир по смешанным боссам. Паритет выдержан. Да, однозначно. Так, ну вот я смотрю, что Роман, конечно же, сразу реализует то, что он умеет лучше всего это бороться. Ну, а он полез в борьбу к бразильцам. Тут как бы я не... Согласен. Здесь ожидания с обоих сторон такие, что и один, и второй могут досрочно закончить именно удушающим или болевым. Ну, каков огромен мандрагун. Это просто нереальный габарит. Сейчас посмотрим, чья борьба лучше. Бразильская или наша русская. Но сейчас, я смотрю, у Романа есть хорошая возможность, конечно, носить удары в голову. Какая-то непонятная ситуация. Все? Все? Не может быть. Оля, ну и что я пошел за шоколадом? Шоколад как когти. О, нет, 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 нет. О, нет, 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 нет. О, да. В общем, я проспорил шоколад. Турнир, я считаю, удался. Уверен, что в следующий год проведем здесь еще такой же турнир. Зал, тем более, когда вот Дмитрий Александрович Каньков сказал, готовы ли прийти и быть зрителем. На следующий год, на следующем турнире все поддержали, зааплодировали, всем понравилось. Это самое главное, что все понравилось и уверен, что после этого турнира в Иркутске еще больше ребят пойдут в спорт, в боевые единоборства и стал настоящими мужчинами, учениками своего отечества. Так что только вперед, все на высшем уровне. Победа преждевременная. Я сразу же скажу, что большинство людей, кого мы просили, это люди, которые действительно профессионалы в спорте, все предрекли именно такой исход. Это будет быстрая победа и это будет именно сделано не в борьбе, а в ударке. Твой прогноз был таким или все-таки ты думал, что Мандер-Бог затянет тебя в борьбу? Нет, я понимал, что я его могу быстро перевести, но не думал, что ему удастся поднять. Он показал, что он тоже умеет бороться, поднял. Я сделал нокаут и он упал мордой вниз. Я сам остановился и посмотрел судье в глаза, он ничего не понял и начал дальше добивать. То есть все вот эти его окивоки, что я его поднял? Это не он раньше остановил, он проспал нокаут, он его не увидел. То есть судья-то все-таки компетентный человек оказался. Потому что зал поделился пополам, одни говорят, что мог судья не торопиться якобы. Те, кто узнает, они сказали, ребята, что... Судья не должен долго не торопиться, он должен был остановить раньше. Иначе бы я проломил ему черепушку локтем. Но там было видно, что ты достал его плотно. Но ты хоть почувствовал эту груду мяса, потому что все говорили, боже, какой гигант. Нет, не почувствовал вообще. То есть даже вот то, что мы увидели на взвешивании на пресс-конференции в модном квартале, все подумали, вот это силач, вот это гигант. Все мои титулы чемпионов мира, 8-кратный чемпион мира по разным версиям, 19 медалей чемпионов мира, я всегда участвовал в тяжелом весе. Я боролся и с 210-килограммовыми ребятами, и со 180-килограммовыми. Поэтому для меня это не было как бы стрессом. Сильно, было очень сильно. Мы сделали крутой бой, классный поединок сегодня был, и мероприятие просто отличное. КОНЕЦ